Это видео я назвал обращением к пассажирам Титаника. Как вы заметили, для данного видео я выбрал не совсем привычное название. Что же оно означает? Я думаю, вы догадались, кого я имел в виду под пассажирами Титаника. Это все те, кто служат нынешней лукашенковской системе. Чиновники, силовики, те, кто ее поддерживает, пропагандисты и прочие тому подобные личности. Ребята, у меня для вас есть очень плохая новость. Вы все пассажиры Титаника. Корабля, который под безусыпным руководством нашего безумного капитана стремительно идет ко дну. И вы все вместе с ним. Корабль этот, это лукашенковская действительность. Почему действительность? Потому что это даже больше, чем политика, чем экономика. Это вся та реальность, которую за 26 лет создал диктатор. Всему этому приходит и конец. Теперь даже самые глупые понимают, что этот год, скорее всего, будет последним. Однако, в отличие от пассажиров известного лайнера, который утонул в начале 20 века, у вас есть не минуты и даже не часы. У вас есть даже несколько месяцев, чтобы принять решение и выбрать правильный вариант, как поступить в этой ситуации. У вас есть время. И это хорошо. Та реальность, та система, которую построил наш пересидент, полномочия которого, кстати, закончились 20 июля 99-го года, вот съехать не удастся. А что бывает, когда рушится, меняется система? Есть много примеров в истории. То, что было в Ираке, в Ливии, с Каддафи или более старые примеры, с Массолини. Россия в 17-й год. Далеко идти не надо. Вы помните, что тогда было? Этот нарыв долго-долго назревал и потом лопнул. Все закончилось очень печально. Не только для самих служителей системы, для их семей, для их детей. Сейчас я не думаю, что будет такое ужесточайшее варварство, как тогда все-таки мы более цивилизованные люди в центре Европы. Тем не менее, разве вы хотите, чтобы ваши дети жили с клеймом пособников вот этого фашистского режима? Чтобы люди показывали на них пальцем и говорили, вот это вот дети того, кто служил системе, это дети палача, дети предателя. Неужели вы этого хотите? Хотите стать изгоями, не иметь возможности устроиться ни на какую нормальную работу? Улицы мести вам разве это надо? Задумайтесь. Ведь есть же очень-очень хороший выход. Вы знаете, что, как правило, кто первым делает правильный шаг и переходит на сторону света, тот спасается. О каких-то проступках того человека быстро забывают, и многие даже становятся героями. Вот вы знаете историю Горавского, которая не так давно прогремела. Он отважился, сказал, и видите как. Казалось бы, что человек, в принципе, даже соучастник этих событий, но его никто особо и не обвиняет. Его, наоборот, считают героем, что он молодец такой, нашел себе стержень и открыл правду. С теми, кто переходит на сторону, когда уже события разворачиваются, не все так хорошо. Они уже меньше получают ништяков от прессы, каких-то финансовых. Вот знаете, в Армении первым перешедшим на сторону протестующих полицейским предлагали по 10 тысяч долларов каждому. Следующим такого уже не предлагали. Там будет просто возможность соскочить. Хуже всего у тех, кто решил идти до конца и тонуть на дне вместе с кораблем. Для вас перспективы самые страшные. Неужели вы этого хотите? Я думаю, что нет. Поэтому у вас есть время подумать. И время пошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова